Микс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Болтком. И сейчас, в течение полутора предстоящих часов, у нас прямая линия с Москвой и на линии Фёдор Лукьянов. Здравствуйте, Фёдор. Здравствуйте, Вида. На вопросы латвийских и литовских журналистов сегодня в рамках проекта «Культурная линия» отвечает известный эксперт в сфере международных экономических отношений, профессор-исследователь научного университетского центра Российской высшей школы экономики, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Проведу эту прямую линию я, журналист Ольга Авдевич, руководитель проекта «Культурная линия». В сотрудничестве с медиаклубом «Формат А3» и с нашими коллегами литовскими и латвийскими журналистами, которые прислали свои вопросы. И в студии со мной мой коллега, радиоведущий Радио Болтком Андрей Лишкевич. Добрый-добрый день, да, и приветствую вас, Фёдор, тоже. Да, ну, как уже было сказано, у нас такой сегодня мини-телемост, можно сказать. Мы зададим вопросы наших коллег, и свои, конечно, вопросы. Если кто-то хочет из радиослушателей, может присылать нам вопросы в WhatsApp, мы до них тоже постараемся добраться. Ну, и речь у нас сегодня пойдёт о, собственно, понятно, что о коронавирусе, о пандемии, COVID-19, такая история, которая затрагивает все абсолютно сферы жизни, и у журналистов, политологов, коим Фёдор является, работы, я думаю, не меньше, чем у нас, у журналистов на радио. Фёдор, давайте начнём, наверное, с такого глобального в целом. Вот то, что мы сейчас переживаем, коронавирус, его, в принципе, уже принято называть войной в широком таком смысле, даже кто-то употребляет формулировку Третьей мировой войны. Как вы воспринимаете, как вы видите то, что мы сейчас переживаем, если учитывать все сферы, мною названную, экономику, политику, социальные отношения и так далее? — Добрый день. Во-первых, я хочу сразу поправить. Ольга мне польстила. Я не являюсь экспертом по международным экономическим отношениям. Вот это совсем не ко мне. Я специалист по международным отношениям классическим, то, что относится к политике. Значит, да, метафора войны звучит всё время. Она неправильная. Мне очень понравилось. Немножко, правда, это тоже такой образ утрированный, но, тем не менее, есть такой очень видный историк в Америке, в Колумбийском университете, Адам Туз, который историк экономики как раз. И он недавно давал интервью, его журналисты спросили, вот как он относится к тому, к сравнению с мировой войной, того, что происходит. И он точно подметил, что вообще сравнение очень неправильное, потому что война – это массовая мобилизация. А то, что мы наблюдаем сейчас в мире, это не имеет аналогов и прецедентов, это массовая демобилизация. То есть мир замер, никто не работает, ну или там огромные массы людей не работают, отношения прервались, экономические, политические. И это действительно, такого не было никогда. Были вещи хуже, были эпидемии намного страшнее, и войны мировые и всё такое, но даже они такого эффекта не имели. В этом плане, конечно, происходит что-то уникальное. Это удивительное следствие глобализации, потому что вирус при всей его неприятности и опасности, но всё-таки это не самый страшный вирус из всех, какие могут быть, но его достаточно оказалось именно в силу вот этой беспрецедентной взаимосвязанности мира и крайне высокой мобильности, которую мир достиг к началу 21 века. Этого вируса оказалось достаточно, чтобы парализовать практически всё. Меня, например, больше всего поражает в этом охвате регионы или страны, которые совсем далёкие, такие захолустные, не знаю, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Исландия, которые, причём уважение, это такие очень отдалённые, даже по расстоянию отдалённые государства, и там то же самое. То есть вот даже это, раньше были места в мире, которые спокойно себе отсиживались, будто война или что угодно, а сейчас это невозможно. И в этом плане, конечно, что-то новое, и эффект, последствия будут, безусловно, очень масштабными. Но я бы не сказал, что мы наблюдаем какой-то прям перелом качественный. Всё то, что последует и следует и последует за эпидемией, в принципе, заложено до. Просто эпидемия послужила мощнейшим катализатором. Да, но вот в том, что вы сказали, тоже в сравнении с войной, вы сказали, что наблюдается в большей степени демобилизация, но элементы мобилизации мы тоже наблюдаем. И таким интересным образом, вот как вы сами отметили, прогресс человечества в 21 веке, он во многом послужил таким отрицательным элементом, потому что пандемия, вирус, он разнёсся по миру с невероятной скоростью и достиг самых отдалённых регионов, стал по-настоящему глобальным, чего не было даже в мировых войнах, когда все, абсолютно весь мир страдает от этого без исключения. Ну, во-первых, опять же, даже мировые войны, не весь мир страдал. То есть она мировая, понятно, потому что, как правило, мировые войны затрагивали очень большие части мира, но всё-таки не весь. Да, я об этом не сказал. Практически весь. Вот в этом удивительно. Я не хотел бы ещё сравнивать с мировыми войнами, потому что мировая война, во-первых, это всё-таки другое количество жертв, ну, пока, слава тебе Господи, несопоставимое. Во-вторых, мировая война, это всё-таки продукт воли чьей-то. А здесь, ну, я всё-таки не думаю, что даже самые конспирологи будут говорить, что это специально всё устроено. Сейчас давайте перейдём к вопросам от наших журналистов. Журналист Наталья Лебедева, газета «Сегодня» наша, латвийская. Фёдор, вы редактируете журнал «Россия в глобальной политике». Как сегодня выглядит Россия на мировой арене? Насколько с её голосом считаются? И каков её реальный вес в глобальном мире? Слово «сегодня», употреблённое в вопросе, вот надо уточнить. Если речь идёт буквально про сегодня, сегодняшний день, сегодняшние дни, это одна ситуация. Если речь идёт всё-таки, я так подозреваю, о более широком, современный исторический этап, это другое. Если говорить про сегодня, как сегодня, сегодня какой там, 16 апреля, это... Россия не выглядит никак, потому что никто не выглядит никак. все заняты собой. Как мы наблюдаем, международные процессы резко затормозились. И то, что казалось невероятно важным, центральным, ещё там месяц-полтора назад, ну, Сирия даже, или Украина, ещё какие-то темы, они сейчас, ну, никого не интересуют, потому что не до того. Они вернутся, это не значит, что мы там про Сирию сможем теперь забыть навсегда, или Донбасс, но сейчас явно не до этого. И это нормально, потому что эпидемия такая, гадость неприятная, когда кроме изоляции и разъединения, других средств нету, ну, просто нету объективно. Если говорить о роли России на международной арене в более широком плане, как она сложилась там, к концу десятых годов, Россия, безусловно, добилась того, чего хотела, ну, задачи, которые ставило российское руководство, Путин лично, и его, так сказать, соратники, а это, если не вдаваться в множество деталей, и просто вспомнить статью Путина, написанную им, или там для него, накануне момента, когда он стал исполняющим обязанности президента, то есть в самом конце девяносто девятого года, двадцать с небольшим лет назад, там совершенно четко ставилась задача, абсолютно однозначно и понятно, есть угроза того, что Россия скатится во второй, а то и третий эшелон мировых держав, этого допустить нельзя. И вот, опять же, опуская многие детали, то, чем занималось российское руководство эти двадцать лет, это, собственно, восстановление мировых позиций, возвращение к статусу значимой и весомой международной силы. Этого достичь удалось, то есть это произошло. К России относятся по-разному, кто-то с надеждой и симпатией, кто-то с отвращением и ненавистью, но к моменту, когда началась вся вот эта вот эпопея с эпидемией, никто не сомневался и не ставил под сомнение то, что Россия играет одну из ведущих ролей на мировой арене. В этом смысле деятельность двадцатилетия Путина весьма эффективна. Но то, что происходит сегодня, оно только подчеркивает ту развилку, на которую Россия вышла. Точнее, это даже не развилка. Россия дошла до какого-то логического завершения того пути, который продолжался примерно 20 лет. И дальше возник вопрос, окей, мы вернули эту позицию, никто не оспаривает, что Россия значит, играет такую роль существенно, и что дальше? И этот вопрос стал до эпидемии, потому что много событий, плюс в самой России, как мы знаем, начался процесс весьма такой сложный, и пока вполне понятно, чем закончится он, процесс внутреннего транзита. Короче говоря, задача, которая стояла, была выполнена. А новая задача, какую роль Россия, вот уже добившись этого уровня статуса, какую роль она дальше будет играть, и каковы ее иерархии, ее интересов, вот этот вопрос встал уже некоторое время назад. Сейчас, в той ситуации совершенно экстраординарной, которая сложилась, и в том мире, который будет видоизмененном мире после эпидемии, вопрос о том, что за роль Россия будет играть, встает еще более остро. Это все предстоит, в общем, определять по-новому. У меня такой небольшой дополнительный вопрос. Вот наша коллега, которая вам задавала вопрос, использовала такие понятия, как мировая арена, глобальный мир. Что вообще является индикатором, если так можно сказать, маркером силы того или нового государства вот в этом глобальном мире? То есть, в России там, как кажется и кажется очевидным, упор делается на какую-то военную мощь, есть еще какие-то другие, видимо, вещи, присутствие страны в большой семерке или восьмерке, да, Россия сейчас в ней находится. По каким вот этим критериям можно сказать, что держава является мировой? Во-первых, в большой восьмерке России не находится уже давно. Ну да, да, да. Значит, я думаю, что вот сейчас особенно, опять же, это подчеркивает нынешняя ситуация, критерии несколько меняются. Ну, конечно, военная сила, она очередной раз демонстрирует свою важность. То есть, ничего не было иллюзия, вот там после конца холодной войны, что все, военная сила переходит в какую-то маргинальную категорию, что не в этом дело. Вот экономика, участие в глобальном мире, там, мягкая сила, благосостояние, вот это, собственно, и есть критерии величия. И действительно, так довольно долго казалось, хотя, на самом деле, те страны, которые реально претендовали на высокий статус, они от военной силы никогда не отказывались, те же самые Соединенные Штаты, это яркий пример. Потом стало выясняться, что не совсем так, что, да, конечно, экономика важна, но возможность силового отстаивания своих интересов никуда не делась, а наоборот возвращается, по мере того, как дисбалансы в этом прекрасном новом мире, который как будто бы возник после холодной войны, из баланса стали нарастать самые разные. И, ну, собственно, с самого начала 21 века, уже с 2000-х годов, стало понятно, что той прекрасной утопии конца истории, о которой писали на исходе холодной войны, ее не случится. И, да, и это еще раз подчеркну, что при помощи военной силы кое-чего можно добиться. Не всего и не всегда, но, вообще говоря, она нужна, и главная значимость ее, пожалуй, растет. Сейчас, помимо этого, как мне кажется, приходит еще одно дополнительное, новый параметр, про который стали говорить некоторое время назад, но сейчас вот этот весь коронавирус и ступор, в который пришел мир, это очень подчеркивает. это вопрос устойчивости, устойчивости государства, устойчивости к самого разного рода воздействиям извне, изнутри, они могут быть самые разные. Либеральный подход, который доминировал на мировой арене, в мировом, так сказать, мышлении после холодной войны, в центр всего ставил экономический рост. Экономический рост определяет, ты вообще стоишь или нет, а для того, чтобы был экономический рост, нужна мощная динамика, естественно, и нужна оптимизация, то есть все должно быть эффективно очень. И вот сейчас мы видим массу проявлений того, что оптимизация и эффективизация, которая производилась раньше, в ситуации резкого и тяжелого кризиса оказывается крайне убийственной. То есть раньше говорили, зачем там что-то производить, мы, если надо, купим. А негде купить аппараты скучного дыхания, вентиляции. Медицину надо сделать оптимальной, эффективной и прибыльной. Ну, сделали. А в результате возникает массовый кризис, вот как сейчас, и выясняется, что прежняя медицина была менее эффективна в плане высших достижений, зато она вот в этой ситуации справилась бы лучше. Ну и так далее. Так вот, я думаю, что вот этот параметр, это качество, свойство государства выдерживать давление и выстаивать, так сказать, в самых тяжелых ситуациях, вот это сейчас будет крайне важным элементом понимания, ну если невеличие, то во всяком случае роли и место на международной арене. А это очень сложный многосоставной параметр, потому что, ну скажем так, помимо всего прочего, взаимоотношения между общественными государственными институтами, насколько они гармоничны, насколько они хорошо отлажены, это важнейший элемент, не военная сила, а именно то, насколько государство воспринимается людьми как легитимное и свое, и насколько государство воспринимает общество как, так сказать, себе помощника, а не препятствия. Ну и в общем вот это вот довольно новая ситуация, я не знаю, наверное, сейчас появится много исследований научных на эту тему, но это вот, мне кажется, то, что очевидно вытекает из политического развития. Вопрос из Литвы. Журналист Альгис Каланта. Министр иностранных дел Литвы Лина Слинкевич месяц назад в интервью Радио Свобода сказал, что не видит признаков улучшения отношений между Литвой и Россией. А каковыми, на ваш взгляд, должны быть эти первые признаки? Я, честно говоря, не знаю, какие должны быть признаки, должны ли быть они вообще. Министр сейчас не видит, а вот что могло бы быть с какими-то первыми признаками? Слушайте, ну давайте, я понимаю, что коллегу из Литвы волнует этот вопрос, поскольку мы прежде всего думаем о том, что ближе, но сейчас никаких особых как бы нет, еще раз, сейчас все закрылись, все занялись своими делами. Никому ни до кого, даже внутри Евросоюза мы это наблюдаем, при том, что там теснейшая интеграция, кооперация и так далее. Те накопившиеся проблемы в отношениях, ну даже, скажем, возьмем Литву и Россию, копились давно, имеют понятные очень глубокие исторические корни, ну куда сейчас вот в этой ситуации, когда совсем не до этого, что кто-то будет заниматься этим распутыванием? Вот я просто прерву, наверное, коллега говорит, как мы вначале говорили, когда мы говорим сегодня, мы имеем в виду не конкретное сегодня, а все-таки какой-то этап и подразумевая, что коронавирус закончится, мы вернемся к тем баранам, с которыми мы жили год назад. Или же мы перескочим на какую-то другую позицию, и об этом мы поговорим тогда. Да, сейчас очень короткий перерыв, вернемся буквально через минуту. Да, еще раз здравствуйте, у нас прямая линия с российским журналистом, политологом, профессором Высшей школы экономики и главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым, в котором мы задаем вопрос от наших коллег, наши вопросы, и надеемся добраться, может быть, до вопросов радиослушателей, если они поступят к нам по WhatsApp по номеру 2306191. Ольга, следующий вопрос. Следующий вопрос тоже из Литвы. Александр Шахов, редактор газеты «Обзор». Федор, как вам кажется вот сейчас тема санкций и коронавирус? Почему санкции в отношении России, Ирана, Кубы и так далее сохранены? То есть, получается, что не настолько велика угроза пандемии в мировом масштабе, как это нам подается, или же санкции как инструмент в геополитической борьбе настолько важны для их инициаторов, что даже ни при каких обстоятельствах, даже вот в той опасности, в которой сейчас мир оказался, они от них не откажутся? опасная ситуация. Еще раз повторю, то, что говорим уже, по-моему, дважды, эта опасность, она предусматривает, что каждый замыкается в себе в раковине. Сотрудничества особого не нужно. Ну, то есть, там, в идеале, конечно, взаимовыручка, взаимопомощь, вакцина, совместная работа, в какой-то степени это и происходит. Но, в целом, каждый лицом к лицу со своими проблемами, со своими согражданами, любое правительство от него ждут результата, и оно, соответственно, должно что-то предоставить. Это, кстати, один из уроков очень ярких, опять же, это проявилось еще до, просто сейчас усилилось. В момент, когда возникает реальная угроза даже уже не благосостоянию, а жизни и здоровью, безопасности, то все эти международные структуры, они осыпаются, то есть не то, что высыпаются, они уходят в тень. Кому будет обращаться житель, не знаю, той же Литвы или, не знаю, Латвии, Пиргизии, ни в ЕС, ни в Брюсселе, ни в Евразийский экономический союз. Они ждут действия и реакции от собственных правительств, которые они там куда-бедно, но все-таки выбирали, и которые перед ними как-то ответственны. Ну и все. Пока это будет только так. Я коротко уточню. Значит, вы считаете, что причин, поводов для снятия санкций, ослабления санкций сейчас нет, и Владимир Путин, насколько я понимаю, недавно все-таки предложил ослабить взаимные санкции для поставок медикаментов, как кажется. Это получается такой политический, в большей степени политический ход от российского лидера. Конечно, это политический ход. Сейчас все какие-то политические ходы делают, хотя, надо сказать, не очень активно. Значит, а какие основания для отметки? То есть нет, гуманитарно, конечно, это было бы правильно. Страны страдают, скажем, Иран в тяжелой очень ситуации из-за эпидемии, и при этом в жесточайших санкциях. Ну, было бы, наверное, гуманно и правильно эти санкции ослабили. Но, строго говоря, международную политическую повестку никто же не отменил. Да, сейчас тем более, когда всем не до чего. Когда все вернется более или менее к контактам международным, ничего другого не возникнет. То есть санкции, опять же, то, что я говорил выше, это эпидемия ничего нового в политическом плане не произвела, она очень сильно усугубила то, что уже было. Санкции как инструмент взаимодействия, причем не только в отношении стран, там, я не знаю, оппонентов, как США и Иран или США и Россия, а санкции в отношении просто даже союзнических или партнерских государств, там, ограничительные меры США в отношении Европы или Японии или Китая, хотя там теснейшая связь и торговля и всё прочее. Это инструмент регулирования отношений в условиях, когда система международно признанных правил, в общем, ну как-то так не работает или работает всё хуже. То есть это возникло как продукт мира, в котором правила уходят. И каждый начинает по-своему пытаться решать вот эти свои вопросы. Ничего нового после эпидемии не появится. Никаких новых правил, потому что с чего вдруг, почему, на какой основе. Поэтому я думаю, что санкции и вот перепчисленные вами там Иран, не знаю, Северная Корея, и то, что много обсуждают в России санкции ЕС против России, вот эти вот экономические, ничего не изменится. Кроме всего прочего и потому, что в Европейском Союзе, как мы знаем, ситуация весьма сложная в плане взаимоотношений между разными участниками интеграции и, судя по всему, даже когда зараза пройдет, тогда начнется реальная битва за деньги. Кто и как будет кого спасать, это будет крайне неприятно и мучительно для всех. В этой ситуации сил центробежных будет будет очень много. Их и сейчас немало, но будет еще больше. Поэтому те вопросы, по которым как будто бы есть некое взаимопонимание, а к этим вопросам относятся и санкции против России, их точно трогать не захотят. И так хватает всяких разделительных, скандальных тем, чтобы еще и здесь начинать новый фронт. поэтому я думаю, что здесь как раз ничего не изменится. И те, кто на это рассчитывает, они просто наивны. Вопрос от нашей коллеги Татьяны Фаст, главного редактора журнала «Открытый город». Снижает ли пандемия коронавируса угрозу военного противостояния крупных государств и блоков или наоборот повышает? Татьяне большой привет, мы с ней давно знакомы, давно не виделись, но будем надеяться, что после карантина удастся. нет, не снижает. Насколько повышает, это вопрос. Я думаю, что тут могут быть разные линии аргументации. В целом, если брать эпидемию как, опять же, квинтэссенцию и катализатор тех процессов, которые уже шли, конечно, дух сотрудничества в мире убывает. А когда убывает дух сотрудничества, нарастает дух всего остального. Я думаю, что одним из следствий нынешних событий будет обострение дальнейшее отношение США и Китая, выход их на уровень уже настоящей конфронтации по типу холодной войны. Не такой, как была холодная война между СССР и США, но по типу, по духу это будет похоже. Мы это уже видим, то есть то, что сейчас вообще начались эти в Соединенных Штатах то ли разбирательства, то ли информационные кампании, пока непонятно, не является ли этот вирус искусственным продуктом китайской лаборатории. Ну и вообще, тут много это можно отдельно разговаривать, на Китай вся эта ситуация повлияет крайне стимулирующе. Китай сначала был глубоко уязвлен тем, как мир отнесся к эпидемии там, что в общем симпатии особых никто не выразил. А потом Китай почувствовал свое преимущество, когда выяснилось, что они эту проблему достаточно быстро преодолели, а весь остальной мир в нее лухнул по полной программе. И в этом плане, когда у Китая самооценка повысится, а у Америки может быть немножко съедет из-за тех проблем, с которыми они сталкиваются, вот это возникает опасная ситуация, которая чревата весьма серьезными конфликтами вплоть до военных, хотя понятно, что это уже самая крайняя степень. Вот вопрос от президента Рижского бизнес-клуба Владимир Соломатин спрашивает, кто, по вашему мнению, имеет большие шансы выйти из системного нынешнего кризиса с наименьшими потерями? Китай, США, Евросоюз, Япония, Индия, Россия? И будет ли это зависеть автократической или демократическая система управления в этих странах? Что касается автократической и демократической системы, думаю, что нет, это неправильное деление. Вообще, вот когда все это началось, то были в начале пошла волна с запада, что вот смотрите, эти автократы, они все скрывали, они все пропустили, из-за них все это, они провалятся на этом, Си Цзиньпин на этом сломает себе шею, потом пошло ровно обратное, что нет, смотрите, автократии, в отличие от демократии, способны решительно и быстро подавить. Я думаю, что дело совершенно не в этом. То, что показало эта эпидемия, не имеет отношения к автократическому или демократическому режиму, это имеет отношение к тому, что в очередной раз стало ясно, что все разные, все совершенно разные. Вот эта вот идея об унификации, которая восторжествовала в эпоху после Холодной войны, что есть какая-то одна общеправильная модель, и вот все рано или поздно к ней придут. Вот она, мне кажется, терпит крах, потому что мы видим, что модель одна, скажем, в западных странах, а результат совершенно разный. И мы, безусловно, увидим автократические режимы, успешные, как Китай или Сингапур, и наверняка есть какие-то и будут неуспешные, которые будут в ужасном положении из-за этой эпидемии. А с другой стороны, есть демократия в Италии и Испании, есть демократия в Норвегии или Дании, или в Австрии. И совершенно разный результат. То есть вопрос не в этом совершенно. Вопрос в том, насколько, вот это возвращаясь к моему предыдущему пассажу, про устойчивость. Если общество правильно построено и государство с ним находится в гармонии, это может быть автократия или это может быть демократия, тогда это работает. А что касается, кто окажется, так сказать, на волне, кто будет в большем выигрыше, ну, похоже на то, что Китай, поскольку он просто первый выходит из кризиса, первый в него вошел, но первый выходит. В какой-то степени та же схема, как в 2008-2009 году, когда Китай первым стал выбираться из мирового финансового кризиса и очень сильно на этом выиграл. Позиции Китая резко укрепились. Сейчас может быть нечто подобное. Хотя, конечно, ну, острота проблем гораздо выше, и острота противостояния на фазе выхода из этих проблем тоже будет весьма существенной. Значит, остальные, ну, я не вижу никаких светлых перспектив Евросоюза. По евроинтеграции наносятся очень мощные удары, которые уж как минимум заставят Европу полностью замкнуться в себе и заняться внутренними делами. Это и до кризиса было очевидно, но сейчас это будет еще больше, и битва за то, как будет устроен Европейский Союз в дальнейшем, будет очень жестокой. А Соединенные Штаты, ну, они, я думаю, в итоге преодолеют с большими потерями, выйдут из этого кризиса. Все-таки потенциал этой страны таков, что, ну, фора огромная. То есть, очень много должно случиться, чтобы Америка начала реально всерьез и заметно терять свои позиции. Что касается России, то здесь ситуация, конечно, у нас очень любопытная, потому что, как вы знаете, мы буквально в преддверии этого кризиса, когда никто еще подобного ничего вообразить не мог, Россия вступила в период сложных политических трансформаций, то ли транзита власти, то ли нетранзита власти, но это не вполне понятно пока что. Но, тем не менее, это было связано с тем, что президент Путин находится на, как это, служит свой последний срок официальный. И пошла какая-то работа, содержание ее не вполне было ясно, вернее, сначала показалось ясным, потом стало менее ясно. но, как бы то ни было, вот все, что было запланировано, конституционные изменения, все, это у нас было в значительной степени шкомкано всеми событиями, и теперь, в общем, не очень понятно, как это дальше будет реализовываться, какие цели будут ставиться. Ну, правда, вот сейчас все запуталось, хотя по инерции идет, вроде как, нарратив прежний, и плакаты висят по поводу конституционного голосования, но ясно, что уже все те планы, которые строились до этого, и те-то были, видимо, достаточно текучие, ликвидные, ну, то есть, они менялись по ходу, а уж сейчас-то совсем. И это означает, что, конечно, перед Россией встает острейший вызов, Россия будет меняться вместе с этим кризисом под его воздействием, но и под воздействием своей внутренней динамики. Я думаю, что это будет очень тяжелая трансформация и для руководства, и мы, видимо, увидим разного рода изменений в политической системе, и балансе сил, интересов. И не знаю, насчет того, чтобы Россия от этого что-то выиграла, что я сомневаюсь. Да, во всем, конечно, хотелось бы поподробнее поговорить, но времени не так у нас много, поэтому задаю следующий вопрос от нашей коллеги Елены Смеховой из газеты «Суббота». Пандемия дала толчок к разъединению мира и обособлению. Распадется ли Евросоюз, и сможет ли в этом случае Латвия выжить вне контекста ЕС, или ей придется срочно менять вектор, например, в сторону Евразийского Союза? Если Евросоюз распадется, это будет большая проблема для стран подобных Латвии, не только многих, но в особенности для небольших стран, так сказать, на восточном фланге, потому что когда балтийские страны, да и все прочие, после конца Советского Союза дружными рядами двинулись в ЕС и НАТО, естественно, никакого плана «Б» там не было. То есть, имелось в виду, что вот это и есть финальная точка назначения. Почему-то была иллюзия, уверенность даже, что Евросоюз это вот, ну, он навсегда, хотя навсегда не бывает ничего. При этом я все-таки не думаю, что Евросоюз развалится. Распад Евросоюза будет означать катаклизм такого масштаба в Европе, который всем нанесет гигантский урон. Гигантский просто. Я думаю, что все постараются изо всех сил этого избежать. Как это будет происходить? И что в результате этого, как он будет, как он перестроится? И какая иерархия, что ли, баланс влияний там возобладает? Я, гадать, сейчас не возьмусь. Восточная Европа... Кстати, вот любопытно, что... Я не знаю, с чем это связано, но ведь в разгар этого кризиса где мы видим максимальные проблемы? Это страны весьма развитые. Это Италия, Великобритания, Испания, Соединенные Штаты. Мы не слышим особых трагедий в Восточной Европе. Даже в таких крайне слабых странах, как, я не знаю, Балканы, Албания, Румыния. Ну, в общем, да, ситуация не хороша, но она не катастрофична. То есть, вот Восточная Европа, на которую в Евросоюзе очень часто или новые страны-члены, на них очень часто любят скидывать всякую ответственность за всё, вот из-за вас. В данном случае не она составляет проблемы для Европы. Это любопытно. Но в целом, конечно, небольшим странам придётся довольно сложно, потому что вот в эту эпоху торжества эгоизма страны крупные безусловно будут думать прежде всего о себе. И какие щепки при этом полетят в разные стороны, трудно предсказывать, как это будет, как будет бюджет распределяться, что будут требовать от стран меньшего масштаба. Но ещё раз я думаю, что всё-таки распада сейчас ожидать не стоит. Та же самая Италия, которая чудовищно оскорблена тем, что её, в общем, сделали крайней и особо никто ей не помогал, но это эмоции. когда всё это схлынет, а куда ей деваться-то? Ну, выходить из зоны Евро и из Евросоюза, это отправляться в какое-то совершенно непредсказуемое плавание. А откуда деньги ещё взять, кроме как от Брюсселя, а точнее от Берлина? Но это будет очень мучительно, и, конечно, эпоха гармоничного развития Европы, на которую все надеялись очень в связи с европейской интеграцией, закончилась. Вот в продолжение темы вопрос. Александр Васильев, руководитель Балтийского форума. Александр Васильев отмечает, что в последнее время всегда старается смотреть Фёдор на российском телевидении передачу «Большая игра» с вашим участием и очень сожалеет, что вы уже не принимаете участие в работе конференции Балтийского форума. Вот мы вам передаём. А вопрос такой, как изменится Евросоюз после пандемии коронавируса и преодоления кризисных явлений в экономике. Возможно ли в ближайшие 2-3 года, по вашему мнению, вслед за Великобританией экзит из ЕС и ещё каких-либо стран? И будет ли возвращена к жизни прежняя идея Европы двух скоростей? Большой привет Александру Васильеву. Я не участвую в работе Балтийского форума, потому что меня туда давно не приглашают. Пригласите, приеду. Что касается Европы двух скоростей или прочих скоростей, Европы двух скоростей, на мой взгляд, я всегда скептически смотрел на эту идею, потому что мне кажется, что она вообще противоречит самому моему духу европейской интеграции. То есть там не может быть разных скоростей. Или это общая скорость и движение к единому пространству, ко всему единому. А либо тогда это что? Тогда это уже не интеграция, тогда это какое-то межгосударственное, тем более многоступенчато объединение. Это было до нынешних проблем. Я и сейчас так же думаю, что Европа многих скоростей для европейской интеграции и Европейского Союза будет очень нехороша. И вообще непонятно сможет ли работать. Но это как бы мое общее воззрение на этот вопрос. А если говорить о том, что будет происходить, не знаю. Опять же, все будет решаться прежде всего за счет того, как вначале как разрешится весь этот спор нынешний относительно европейских бандов, которые должны быть солидарны или не солидарны. Юг Европы требует общих долговых обязательств. Север Европы, прежде всего, Германия, Нидерланды, Швеция, они говорят ни в коем случае. Так не должно быть. То есть вопрос очень ребром стоит, что такое интеграция? Интеграция это макроэкономическая стабильность и фискальная дисциплина? Или интеграция это нечто большее, что требует от богатых стран идти на большие жертвы и траты ради того, чтобы сохранить всю эту конструкцию, которая в принципе очень выгодна. А это сложно, потому что в богатых странах есть свои избиратели, той же Германии, которые и во время греческого кризиса спрашивали, какого лешего мы должны платить за этих безалаберных греков. Ну и сейчас, естественно, скажут, итальянцы сами виноваты, что запустили свою систему здравоохранения, ну и так далее. Так что я не знаю, что будет происходить в Евросоюзе. Я уже сказал, что я не думаю, что он будет там рассыпаться, просто потому, что издержки от дезинтеграции будут, мне кажется, несопоставимы просто ни с чем. Но при этом, как он дальше будет работать, непонятно вообще. В этой вот ситуации, которая сложилась, по-новому можно посмотреть на Брекзит. Потому что все считали, что это некое безумие. А вот сейчас вопрос. Мы посмотрим, ну вы видите, что у Великобритании гигантские проблемы свои, но они и так бы были. А вот дальше, что будет происходить в Евросоюзе и не скажут ли британцы через год, не перекрестятся ли они в своей англиканской вере и не скажут ли Господи, слава Богу, что мы успели соскочить, да, с большими потерями, но до того, как у них все это там началось. Посмотрим. Так, еще один вопрос успеем задать, потом прервемся на новости. Так, вопрос от литовских коллег, от каких конкретно у меня здесь не указано, Оля, если вы найдете, добавьте, пожалуйста. И да, и коллеги здесь в вопросе как бы высказывают свое мнение, в том числе. Провал властей США в борьбе с коронавирусом заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены, ими стали Всемирная организация здравоохранения и Китай. Дональд Трамп заявил, что, цитата, ВОЗ облажалась и приостановил взносы. Уже появилась информация о том, что США хотят заставить Китай заплатить за ущерб, который эта инфекция нанесла. Куда ведет такая риторика и чем это может обернуться? Ну, смотрите, что касается ВОЗ, то здесь, ну, ничего нового. Трамп всегда последовательно и в должности президента, и раньше, когда он был просто, так сказать, публичной фигурой, ненавидел все международные организации, которые, с его точки зрения, ничего не способны сделать, а только обирают американцев. Это всегда было его позиции. Это позиция не только его. В консервативной Америке приверженцев этих взглядов достаточно много. Скажем, администрация Буша, которая была более конвенциональной, там тоже служил Джон Болтон, который всегда считал, что это ООН, надо к чертовой матери закрыть, потому что она только прожирает наши деньги. В этом смысле его отношение к ВОЗ ничем не отличается от отношения Трампа ко всем остальным структурам. Сейчас просто ВОЗ оказался в центре внимания, потому что так-то, в принципе, эта организация достаточно узкопрофильная, но на нее каждый день не ориентируется, а здесь вот так вышло. Есть, ну, скажем так, некоторые основания для недовольства у американцев могут быть, потому что нынешний глава ВОЗ еще по происхождению, ну, в общем, возглавил и стал руководителем этой организации в значительной степени при помощи Китая. И, конечно, у него, в Китае он дышит не столь же ровно, как в другим. Это имеется, такой фактор. Но при этом, конечно, ставить вопрос о том, что надо к чертовой матери этот ВОЗ куда-нибудь убрать, в ситуации, когда именно сейчас эта организация как минимум для координации и консультации нужна, это достаточно, ну, как бы, странно, но, увы, для Трампа это, естественно, вообще курс... Федор, простите, простите, пожалуйста, я вас вынужден прервать, пожалуйста, запомните свою мысль, мы сейчас перейдемся на новости, и буквально через 8-10 минут вернемся к нашему разговору. Да, мы продолжаем, у нас сегодня по скайпу российский журналист, международник, политолог, профессор высшей школы экономики и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отвечает на вопросы наших коллег-журналистов из Латвии и Литвы, на наши вопросы, и, возможно, в конце эфира на вопросы наших радиослушателей, которые прислали в WhatsApp. Мы, Федор, еще раз здравствуйте, остановились на возможной моральной вине Китая, вот во всем, то, что мы переживаем, и вопрос, помимо всего прочего, звучал так, что станут ли на каком-то вот таком глобальном уровне вменять и предъявлять Китаю вот то, что он все это заварил? Предъявлять, видимо, будут не столько на международном уровне, сколько на уровне Соединенных Штатов, где ну и ближайших союзников, как в Великобритании, например. там такая как минимум на уровне информационной кампании такая волна пошла. Я не думаю, что это возможно кому-то что-то предъявить, то есть, ну, пойди докажи, что называется, никто, даже если предположить, что есть основания подозревать, что этот вирус действительно появился из-за какой-то небрежности в этой лаборатории в Ухане, ну, никто не пустит, конечно, в нее, и поэтому это все будет на уровне голословных обвинений, хотя, как мы знаем из разной практики, голословные обвинения не останавливают, когда надо ввести какие-нибудь санкции, там, Россия с этим сталкивалась. Я думаю, что в целом надо ждать обострения, я уже об этом говорил, надо ждать обострения американо-китайских отношений, и там пойдет в ход все, в том числе и вот этот аргумент про то, что Китай нас всех заразил. Ну, а дальше удастся ли Соединенным Штатам, допустим, сколотить какую-то коалицию тех, кто поддерживает такую точку зрения и готов высыпать полюс Китай, не знаю, не уверен, потому что Европа с одной стороны Китая побаивается, с другой стороны очень не хочет оказываться вовлеченной в эту американо-китайскую борьбу, которая, судя по всему, будет быстро обостряться. вопрос от портала Delphi.lv журналист Кристина Худенко. Как с точки зрения простого человека разумнее всего вести себя сейчас в финансовом смысле, экономить деньги, вкладывать во что-то? Всех нас волнует этот вопрос. Вопрос всех волнует, в том числе и меня, но поскольку я вот совсем не специалист по финансам, по инвестициям и так далее, ничего не могу вам сказать, не знаю. И следующий вопрос. Редактор портала EU Network. EU это блок-платформа Европейская молодежная сеть. Редактор Алексей Веселый. У него такой вопрос. Как вам кажется, как скоро у людей да и у стран вернется доверие к открытым границам свободе перемещения путешествиям? Какое эффектно ускорение истории окажет противоречивая ситуация с репатриацией граждан на родину? Что сейчас почти в каждой стране мира происходит? Ой, это вопрос, как американцы говорят, миллион-доллар квестион. Не знаю. Это, пожалуй, один из ключевых моментов, которые надо понять, чтобы оценивать дальнейшее развитие мира, вот даже не в политическом плане, а именно в плане бытовом, что ли, как мы живем. туризм сейчас умер, то есть этой отрасли не существует. Сколь долго продлятся закрытия тотальные вот эти, я думаю, что это вопрос месяцев как минимум. Президент Макрон уже где-то на днях высказал мнение, что с его точки зрения открывать границы ЕС раньше, чем осенью не стоит. Ну, то есть весь туристический поток летний, который обычно самый большой, он пролетает. В какой степени возобновится внутренний туризм, то есть возродятся все внутренние переезды и контакты, это тоже вопрос. Наверное, в какой-то момент открывание начнется, но мне кажется, что это не может пройти бесследно, и да, вопрос, который вы упомянули относительно граждан, которые застряли где-нибудь и оказалось, куда деваться некуда, то есть ты нежеланный гость в той стране, где находишься и вроде как либо нежеланный возвращенец на родину или как минимум просто невозможно это организовать. Конечно, это очень серьезный опыт, травматический. Думаю, что люди, по крайней мере, часть тех, кто просто не задумываясь ездил, ну потому что это абсолютно естественная норма существования стала, вот сейчас они будут задумываться больше. Массовый туризм, наверное, будет возрождаться достаточно долго, а кроме того есть еще один интересный вопрос, а она станет ли, то есть является ли эта эпидемия ну что ли единичной или мы вообще вступили в эпоху, когда вот по тем или иным причинам, по причинам или природных изменений или там, не знаю, ослабление иммунитета, сопротивляемости человеческого организма в целом, вот эти инфекции и заразы будут распространяться регулярно, появляться и распространяться. Если второе, не дай бог, ну тогда с туризмом будет совсем беда, потому что тогда вот то, что мы видим сейчас, может превратиться почти в норму. Вопрос журналист Людмила Анисимова, газета Латвийские вести, такой немножко философский. Какие моральные потери принесет пандемия человеческому сообществу и человеку как таковому в отдельности? Что высветил в человеческой натуре коронавирус? Ой-ой-ой-ой. Почему-то считается, что, Фёдор, вы должны думать на эту тему. Не знаю, расстрою я вас или наоборот смогу ободрить, ничего нового в человеческой натуре коронавирус не высветил и не высветит, потому что человек как особь и как социальное существо не меняется на протяжении тысячелетий. Меняются обстоятельства и, соответственно, проявление вот этих человеческих качеств, но сами по себе они ну не это самое, ничего не происходит с ними, никуда они не развиваются и не деградируют, на мой взгляд. А качества эти таковы, каковы они есть. Человек, в принципе, достаточно эгоистичен. Вообще, я бы сказал, я бы сказал, что если о чем-то и можно говорить, то все-таки гуманизация-то происходит, она медленная, да, но все-таки вопрос о том, вопрос о выборе между жизнями и экономикой, который сейчас стоит перед всеми правительствами, ну там сто лет назад он бы не стоял. Сколько жизней надо, столько и надо, экономика важнее там. Поэтому, нет, ценность человеческой жизни возросла, конечно же, но само вот поведение, по-моему, ничего нового не проявилось, поэтому не надо преувеличивать. Так, вопрос от зам главного редактора портала Free City Владимира Вигмана, наверное, последний от наших коллег вопрос. Пандемия ускорила развитие технологического слежения за людьми. Как может общество потом защитить себя от использования этих технологий в мирной жизни, в кавычках? Ну, в целом, да, вот эта тенденция с цифровизацией, с дигитализацией, действительно, слежением и так далее. Вообще, возникают даже концепции цифрового концлагеря, цифрового военного коммунизма. Как нам к этому относиться? Значит, ну, во-первых, эти тенденции, опять же, не с вирусом возникли, это давно началось. Да, конечно, сейчас этому дан дополнительный импульс, но только вопрос у меня, вернее, вопрос, который сформулирован, как общество может себя защитить? У меня встречная ремарка, а общество захочет себя защищать? Когда происходит вот то, что сейчас мы наблюдаем, запрос возникает на то, чтобы общество защитили от внешней угрозы, в данном случае от заразы, но это может быть другая какая-то. Нет, давайте, большинство граждан скорее готовы согласиться с контролем, если им, если их убедят, что этот контроль поможет там снизить распространение инфекции, например. И вот вопрос в этом, вопрос не в том, как общество будет защищаться, а захочет ли оно защищаться, и не изменится ли общий подход, а то, что следствия слежения безусловно становятся частью нашей жизни, и никуда уже не денутся, и технологии будут только совершенствоваться, здесь у меня никаких сомнений нет. И в данном случае разницы особой между авторитарными и демократическими обществами не будет. Хорошо, у нас тут остается примерно 12 минут, наверное, уже к нашим вопросам можем перейти к вопросам слушателей. Ну, раз мы уже к такую философскую больше сторону ушли, у меня такой вопрос, вот то, что вы назвали торжеством эгоизма, то, что наблюдается в государствах по понятных причинам, суверенизация, возможно, какие-то элементы национализма, они в таком вот широком, долгосрочной перспективе вообще полезны для человечества, или это просто вот очередной такой виток этой параболы, которая потом снова уйдет в другую сторону? Слово полезное или неполезное здесь неприменимо, потому что да, абсолютно верно, это виток параболы, которая колеблется. Конечно, опять же, это не коронавирус это принес, он только высветил больше, а так переход обратно к философии меньшего сотрудничества и большей суверенизации, если так красиво выражаться, это произошло уже некоторое время назад. Что такое Трамп, что такое Брекзит, это именно это. Если вы помните лозунг сторонников выхода из Евросоюза, с которым они победили, потому что это очень хлесткий лозунг оказался, take back control, верните нам контроль, отдайте нам обратно контроль, контроль над нашими жизнями. И это вот ровно то, что сейчас происходит в таком утрированном очень виде в связи с инфекцией, но в принципе да, мы сами хотим, сами хотим определять, не надо нам вашего сотрудничества, мы сами решим. Это, наверное, естественно, почему мы так реагируем, потому что предыдущая эпоха, и это не только эпоха после Холодной войны, это эпоха и во время Холодной войны, она была очень упорядоченной, и она предусматривала наличие очень жестких и исполнявшихся правил поведения всеми, и государствами, и людьми в этих государствах, и как-то все привыкли, что так и будет. Между тем, если посмотреть на историю международных отношений, например, это исключение, никогда такого не было, и, наверное, не будет потом. Холодная война в этом плане была уникальным временем, и то, что за ней последовало, это был такой шлейф ее в некотором виду измененном виде. А сейчас мы возвращаемся в общем скорее к норме, а норма это достаточно высокая степень эгоизма и вполне анархические отношения, которые складываются не в процессе выполнения каких-то правил, а именно в хаотической процессе взаимодействия. Это не означает, что сотрудничества не будет. Просто оно будет гораздо более точечным и конкретным. А так нет, все в общем так же, как человеческая натура не меняется, так не меняются и базовые законы взаимодействия государства. Федор, вы несколько раз сказали, что эти процессы начались уже давно. Я вот просто была удивлена, мягко сказать, если так мягко можно сказать. Я посмотрела на сайте дискуссионного клуба «Валдай», а Федор Лукьянов является директором по научной работе Фонда развития и поддержки вот этого международного проекта. за последние два года в докладах все это было уже описано, в том числе вот тот сценарий, когда гипотетически описано было, что будет перезагрузка полной институтов власти, способов производства, международных отношений, и что будет этот острый кризис, но это на страницах публицистики и научных докладов. И вдруг вот просто по щелчку одномоментно возникает этот вирус и все это как из фантастических книг перемещается в нашу реальность. Вот как это возможно? Как вы объясняете? Спасибо вам за интерес к нашим докладам в Алдайске. Действительно в 2018 году мы выпустили доклад, который назывался «Будущее», это как-то не помню, в общем «Будущее осыпающегося мира», «Жизнь в осыпающемся мире». И где говорилось ровно это, что все институты, которые унаследованы от предыдущей эпохи, они осыпаются, они не рушатся вот так полностью, не падают, как бывает во время войн, они именно что осыпаются, как такое старое здание, которое постепенно приходит в негодность, но каркас стоит. И это было нам достаточно очевидно. Вот в те, уже на том этапе, мы в докладах с 2014 года, мы пишем эти доклады, мы искали разные, цеплялись за всякие надежды, а потом поняли, что нет. И в том самом докладе было сказано, в частности, если вы посмотрите, это лето 2018 года, развилка, когда есть выбор между коллективным управлением и эгоистичным поведением, самостоятельным поведением государств пройдена, она пройдена в пользу именно эгоизма. Ну, нас тогда, кстати, очень сильно критиковали, говорили, что это какой-то алармизм, и вообще, о чем вы говорите, да, проблем много, но это все решаемо. Сейчас вот мы видим, что, да, вирус действительно стал таким, стал последним камешком, который спихнул лавину, но эта лавина была очевидна многим. К сожалению, инерция, особенно идеологическая инерция на Западе и особенно в Европе, где очень цеплялись за вот эту вот прекрасную картину предыдущей эпохи, она не позволяла взглянуть правде в глаза. Это я могу долго вспоминать, как я, начиная там еще с конца нулевых годов, спорил с европейскими друзьями и коллегами, потому что нам было из Москвы, глядя, понятно, что Евросоюз вступает в период тяжелейших кризисов и испытаний, и когда я это где-то говорил, в Германии или во Франции, где угодно, все просто начинали смеяться надо мной, говорят, ну вот вы русские нас еще будете учить, вы на себя посмотрите, ну, в общем, я не злопамятный, но хочется кое-кому припомнить этот смех, вот, но в целом, к сожалению, то, что происходит, это с точки зрения анализа международных процессов, совершенно естественно, равно как естественно будет и то, что так или иначе это будет преодолеваться, но это долгий процесс, мы просто вступаем в совершенно новый исторический период. От глобальных снова к конкретным я бы хотел вернуться, вот мы по ходу нашего разговора много говорили о США, о роли того же Трампа, о отношениях США с Китаем и с Россией, и совсем не поговорили о том, что в США грядут выборы, которые тоже сейчас так довольно активно там вся эта предвыборная история развивается, мы уже знаем имена кандидатов, собственно, действующий президент и Джо Байден, вот, есть ли у вас, ну, если неуверенность, то предположение, каким будет исход, ну, в смысле, кто победит эти ближайшие выборы, останется ли Трамп, и насколько вот то, что дальше будет происходить от этого, зависит, изменится ли отношение, если выиграет один или второй, и вот все прочее. – Ну, зависит, конечно, но как же, когда такие события и в Америке дикое количество смертей, в общем, выше даже, чем в других местах, не может не зависеть. При этом давать какие-то прогнозы, вот, совершенно бессмысленно, вообще бессмысленно. Потому что, с одной стороны, вот перед тем, как началось все это, перед пандемией, в январе месяце, когда безрезультатно закончился импичмент, было ощущение, что, ну, Трамп получил такой мощный стимул, что теперь уже почти, почти уже гарантирован, он будет переизбан. Потом началось все это, сомнения стали возникать, потому что много очень упреков его, что он неправильно себя ведет. Сейчас по вопросам мы видим, что с одной стороны его популярность, рейтинг, ну, выше, чем когда бы то ни было, это все равно меньше 50%, но очень много, много для него. А с другой стороны, по опросам, за кого бы вы голосовали, американцы говорят, что они бы проголосовали за Байлию. Это все непонятно, все может измениться еще, будет зависеть от хода событий. Трамп, человек невероятного, чутья и изобретательности в плане политического выживания. Я думаю, что он делает вещи, которые вызывают омерзение у его оппонентов и у многих комментаторов, но потом выясняется, что это правильно сработало на его избирательстве. Поэтому я не рискнул бы гадать сейчас, я вполне допускаю, что он будет переизбран, несмотря на нынешнюю вполне катастрофическую ситуацию с болезнью. Федор, и, наверное, последний вопрос. Как вы относитесь к массе конспирологических каких-то теорий, объяснений, прогнозов? Вот, может быть, какой вас особенно задел показался либо абсурдным, либо, может быть, наоборот, приближенным к реальности, несмотря на какую-то фантастичность? Я к конспирологическим, мастерам конспирологического жанра отношусь так, как к ним надо относиться. Я ценю их талант, креативность, когда они изобретают что-то интересное. Это билетристика. А билетристика бывает или плохая, или хорошая, в зависимости от того, захватывает она или нет. К реальности это не имеет никакого отношения. Ну что ж, спасибо большое, Федор, подходит к концу уже наш разговор. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Российский журналист, международник, политолог, профессор высшей школы экономики, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов был у нас сегодня на прямой линии по скайпу. Надеемся, не в последний раз. Да, и в прямой линии спасибо всем нашим коллегам, которые приняли участие, латвийские, литовские журналисты, коллеги из международного медиаклуба «Формат А3». И все это проходило у нас в рамках проекта «Культурная линия». Эфир провели Ольга Авдевич и Андрей Лешкевич. Всего хорошего, будьте здоровы. До свидания. Спасибо.